Всем привет! С вами Дмитрий Побединский, я рад приветствовать вас на канале Кверти. Ну, признайтесь, кто не мечтал стать невидимым, как Гарри Поттер или Фродо? Эх, с такими возможностями столько делов можно наворотить. Но знаете, современная наука ни разу не отрицает, что невидимкой стать вполне реально. Давайте тогда разберемся, как же все-таки это можно сделать. Самый простой способ это испариться. Ну, действительно, практически все газы прозрачны, ну, потому что расстояние между молекулами большие и частицы света, по сути, беспрепятственно проходят сквозь них. Единственное, что из такого состояния вы уже вряд ли вернетесь, но технически невидимость достигнута. Но все-таки хочется остаться живым, когда превратишься в невидимку. И вы знаете, тут есть одна проблема. Если каким-то чудесным образом все ваше тело станет невидимым, то тогда вы сами ничего не сможете видеть. Чтобы стать невидимкой, недостаточно быть прозрачным, как стекло. Действительно, в таком случае свет, проходя через вас, будет преломляться, и ваши очертания все равно будут заметны. Для полной невидимости необходимо, чтобы коэффициент преломления вашего тела равнялся коэффициенту преломления воздуха, ну, то есть единица. Посмотрите, то же самое происходит с шариками гидрогеля, опущенными в воду. Их коэффициенты преломления практически одинаковы, и свет, проходя из воды в шарике, не преломляется. И именно поэтому они так незаметны под водой. И вот тут вот главная загвоздка для человека. Одна из важнейших деталей глаза, хрусталик, представляет из себя линзу, которая преломляет свет. И если этого преломления не будет, то тогда на сетчатке не будет фокусироваться четкое изображение предметов, и мы ничего не увидим. Но подождите, ведь есть же самолеты-невидимки. Может быть, и изобретать уже ничего не нужно. Если объект не виден, то сквозь него, словно насквозь, проходит свет. А ведь это всего лишь одна из разновидностей электромагнитных волн. Существуют и другие. Радиоволны, ультрафиолет, инфракрасное излучение. Радары, обнаруживающие самолеты, используют радиоволны определенного диапазона. Они, словно огромным прожектором невидимого света, освещают все вокруг в надежде на то, что часть волн отразится и вернется обратно уже на приемное устройство. Самолеты-невидимки спроектированы так, чтобы как можно меньше радиоволн отражать в обратном направлении. Так что для радиоволн он действительно оказывается невидимым. Однако в обычном свете ой-ка хорошо заметен. И все же, можно ли создать плащ-невидимку для оптического диапазона? Ну, теоретически, да. Плащ-невидимка должен работать так. Свет, попадая в него, преломляется в определенном направлении и словно огибает наше тело. Затем он преломляется в другом направлении, словно смыкается за нами и продолжает движение в ту же сторону. И оказывается, для такого фокуса недостаточно обычных материалов. Нужны так называемые метаматериалы. Это такие материалы, свойства которых больше зависят не от атомов, из которых они состоят, а от структур, которые образуют эти атомы. Ну, если сравнивать обычный материал с фаршем, то тогда метаматериал это груда тефтелек, сделанных из этого фарша. И одним из необычных свойств метаматериалов является отрицательный коэффициент преломления. Посмотрите, как происходит преломление в обычных веществах. Луч света искривляется, но продолжает двигаться приблизительно в том же направлении. Но вот в метаматериалах луч света может повернуть чуть ли не в обратную сторону, из-за отрицательного коэффициента преломления. Вот с помощью таких свойств уже можно создать плащ-невидимку. Правда, это будет не мягкая ткань, а все-таки твердый объект. Ну, точнее сказать, кокон-невидимка. Сложность в том, что структуры в метаматериале должны быть мельче, чем длина волны, размером с атом. Это уже достаточно серьезные нанотехнологии. Сейчас техника до этого не дошла, поэтому это вопрос будущего. Но самое смешное, что даже в таком супер-мега-технологичном устройстве дырки для глаз все равно будут видны. И еще один способ. Согласитесь, достаточно просто спроецировать на человека то, что находится у него позади. Тогда он словно сливается с фоном. Такие устройства уже существуют. Но проблема в том, что если вы немножечко измените точку обзора, то тогда картинка сдвинется, и обман сразу будет раскрыт. Другое дело, если проецировать на человека объемную голограмму. Тогда и изменение точки обзора не будет сказываться. Но есть, конечно, проблемы. Во-первых, для создания настоящей цветной голограммы необходимо 6 пучков лазеров. А во-вторых, увеличить голограмму как обычную фотографию не получится. Ее размеры будут всегда равны размеру матрицы. И если с лазерами мы еще хоть как-то можем разобраться, то вот матрицу размером с человека мы наверняка увидим еще не скоро. Много кто хочет овладеть технологией невидимости. Военные, спецслужбы, грабители. И вы только представьте, если это попадет в недобросовестные руки. Даже добродушные хоббиты не в силах устоять перед искушением воровать и убивать безнаказанно. Что уж говорить о людях, может быть стоит задуматься, а оно ли нам надо? На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Не забывайте о конкурсе, ссылка в описании. И спасибо за просмотр.